Национальная хоккейная лига Национальная хоккейная лига предлагает вам совершить очередной экскурс в историю Сегодня мы поговорим о матче Торонто против Эдмонтона Узнаем мнение Майка Мёрфи об игре Мэйпл Ливст Вспомним новости 1996 года и одну из звезд университетского хоккея А также услышим много интересного от Дона Черри Девятый ноября 1996 года Зал Мэйпл Ливгарден в Торонто Кленовые листья принимают нефтянников из Эдмонтона Позади всего лишь около дюжины матчей Эдмонтон занимает седьмую строчку в западной конференции А Торонто на десятом месте Но их разделяют только два очка И в случае успеха кленовые листья вполне могут догнать Эдмонтон Не очень удачно в последнее время выступает Торонто Эдмонтону молодой команде тоже нужно делать шаг наверх Мы вспоминаем команду, которую Глэн Саттер создал в начале 80-х Грозный Эдмонтон Оилерс Уэйн Грэцки, Марк Месье, Ярик Кури, Пол Кофи А ведь были еще Грандфюр в воротах Кевин Лоу, Глен Андерсон И на пятый год эта команда звезд или команда звезда взяла кубок Стэнли В 96-м году у Глэна Саттера были уже совершенно другие игроки Молодые Даг Уэйт, Райан Смит, Джейсон Арнодд, Рэм Мюррей Вот на кого возлагал он надежду Кевин Лоу, 37-летний защитник Скорость, молодость, талант объединяют команду 80-х и нынешнюю Сегодняшняя команда растет и начинает понимать, что они могут и должны играть на высоком уровне Что они уже не дебютанты, а клуб, который должен решать задачу выхода в плей-офф и быть преемником нефтяников 80-х В октябре Райан Смит отметился хет-триком против Торонто Мэйпл Ливз как раз Три игрока Эдмонтона уже добились такого же результата Но не против Торонто, а против других команд Мы сейчас увидим, как отличался Мариуш Черкавский в поединке против Бостона Он оформил второй хет-трик для своей команды И, естественно, Эдмонтон победил и в этой встрече Так что, несмотря на молодость, есть кому играть в составе нефтянников Остается не растерять запал начала сезона Защита Оилерс Люк Ричардсон, Борис Миронов Брайан Маршмен, Мишель Петти А ветеран Кевин Ло выступает в паре с Дэном Могилесом Сбалансированные тройки нападения Отметил, что Андрей Коваленко выступает вместе с Дином Маккомондом и Джейсоном Арнетом Все тройки нападения могут участвовать как в атакующих действиях, так и в защитных Ну а главная задача для тренера Рона Лоу Является сохранить настрой хоккеистов Ведь это уже четвертая игра шестиматчевого гостевого турне Самой долгой выездной серии сезона Ну а вот мультфильм с некими критическими стрелами Дамы и господа, с огромным удовольствием представляю вам команду Которая в 99-м году войдет в расширенную систему НХЛ Нантагет Нейвелгейзерс А они говорили, что мы не найдем талантов для расширения лиги Новости осени 96-го года Марио Трамблет на тренировке Монреаль Канадиенс выгоняет Дональда Брашира Между ними состоялась перепалка И Марио Трамблет требует, чтобы агрессивный форвард Канадиенс покинул лед Покинул тренировку К сожалению, не слышим мы, о чем они говорят Но Брашир, как и в матчах, не остается в долгу Что-то он отвечает заслуженному в прошлом игроку, а теперь тренеру Монреале В общем, не очень усердно Брашир выполнял его задание Осенью состоялся обмен Андрей Николишин проследовал в Вашингтон А Кертис Лишишин в Харфорд Причем начал Лишишин сезон в Колорадо Затем два матча в Вашингтоне сыграл И потом уже стал игроком в Уэйлерс Харфорд думает об обороне А Вашингтону нужно было усиливать атаку Благодаря программе университета Боулинг Грин Хоккейный мир узнал таких игроков, как Дэйв Эллетт Гэри Гелли и Нельсон Эмерсон И это все начиная только с 1980 года Самой свежей звездочкой, которую считали очень перспективной На тот момент был Кертис Фрай из игрока Red Deer провинции Альберта Невысокого роста, но очень подвижный Он умел и сам забивать, но гораздо лучше ассистировал партнерам И считался одним из основных кандидатов на приз Хобби Бейкера Я не самый крупный парень даже для университетского уровня Мой главный козырь скорость, так что мои ноги каждый вечер нагружены на все 100% Но я еще и прибавляю в интеллектуальной составляющей игры и во владении шайбой Ну а теперь рубрика «Уголок тренера» и разговор с всегда непредсказуемым Доном Черри И начиная через того, что предлагают вам посмотреть сейв века, как он его называет Мартин Брадо в игре против Детройт Рэд Уикс Сергей Федоров атаковал ворота и Мартин Брадо сумел в футбольном броске преградить путь шайбе Говорят, что еще неплохо сыграл Кертис Джозеф, отразив бросок Уэнделла Кларка Но симпатии Дональда Черри на стороне Мартин Брадо А вот вопрос, как вам скандал с участием Дональда Брошира? Эх, говорит Дон Черри, хорошо было бы посмотреть их перепалку с рамбле со звуком Ну а если серьезно, то мне не нравится показывать такое Среди, не, ровным счетом ничего не получалось И я крикнул, а ну давай, давай-ка еще раз, еще раз попробуй И меня тут же выгнали со льда А я взял и сломал с размаху свою клюшку об бортик Это стоило мне выхода на следующий матч Ну а теперь более интересная тема Спорный гол там ПБ и ворота Нью-Йорк Рейнджерс на площадке Мэддисон Сквэр Гардена Дон Черри просто очень недоволен тем, что эту шайбу засчитали Поскольку она противоречит его представлениям о хоккее Давайте мы с вами ее увидим и внимательно разберем момент Проход по правому борту, пас в центр и игрок забивает коньком Причем, говорит Дон Черри, это же не случайный гол Он все видел, имея ввиду хоккеиста Он смотрел на шайбу и подставлял конек Но по новым правилам, по правилам тех лет Если нога не оторвана ото льда, то шайбу можно считать И рефери ее засчитал Судьи теперь вынуждены поступать именно так Но по мнению Дона Черри, это не совсем, а может быть совсем не верно Однако в концовке отступает немножко от собственного хоккея Дона Черри И предлагает совершить значительный экскурс в историю Очень важность его точки зрения Он говорит о мемориальном кубке Ему недавно напомнили друзья об этом трофее И его историю раскопал Дон Черри Этот кубок разыгрывается среди молодежных команд Северной Америки Были такие игроки, вспоминает Черри Аллен, Скотти Дэвисон Из Кингстона, провинции Антария И Джордж Ричардсон Играли они за клуб Кингстон Фронтнак И были довольно популярны в своем городе Очень хорошие ребята, молодые, амбициозные И Аллен Скотти Дэвисон в 1914 году Отправился в Торонто и вместе с командой выиграл кубок Стэнли В то же лето грянула война Первая мировая война, Великая война, как называют ее в США И вообще в англоязычных странах И оба добровольцами отправились на фронт Там они погибли, два друга погибли на этой войне Вместе с многими другими добровольцами И после войны человек, который прошел и Первую мировую, а затем и Вторую мировую Капитан Джон Сазерленд решил, что мы должны увековечить память этих погибших ребят и других ребят, которые отправились на фронт из Северной Америки И учредил этот трофей, вернее не сам учредил, но добился, что он был учрежден Почему я об этом заговорил, объясняет Дон Черри Трофей Хобби Бейкера и самого Хобби Бейкера знают по всей Северной Америке Это самый популярный трофей в США Он погиб на той же войне и его память увековечена А этих ребят практически никто не знает И эта несправедливость должна быть устранена Именно поэтому предлагает Дон Черри изучать книги по истории и хоккея в Северной Америке И узнавать факты из жизни людей, которые сделали так много для того, чтобы хоккей был популярен Для того, чтобы эта игра стала игрой миллионов И не забывайте, заключает Дон Черри, что именно благодаря этим ребятам, павшим на войнах, мы с вами сейчас и живем Ну а теперь, после такой памятной странички, Дон Черри предлагает вернуться к хоккею Все готово к тому, чтобы капитаны Эдмонтона и Торонто, Кейли Букбергер и Дал Гилмор вывели свои команды на лед Ну а мы побеседуем с Майком Мерфи, главным тренером Мэйпл Ливз После поражения ты всегда нетерпелив, но ты должен понимать, что впереди еще много игр и надо играть и стараться победить в каждой из них Что меня действительно расстраивает в этом сезоне, мы, пропустив шайбу, часто расклеиваемся, перестаем следовать плану на игру Если мы уступаем по ходу 1-3, то вместо того, чтобы проявить терпение, мы начинаем так раскачивать лодку, что пропускаем еще шайбы 3 А так в хоккей играть нельзя Если ты продолжаешь играть в свой хоккей все время, то у тебя всегда остается шанс отыграться Ну посмотрим, как поведет себя Торонто Мэйпл Ливз В воротах Оилерс Кертис Джозеф, потом он станет звездой как раз в составе Торонто А ворота хозяев защищает Феликс Потвин по прозвищу Кот Сыграно чуть более 10 матчей в этом сезоне, но командам нужно доказывать свое право на плей-офф в каждом матче, поскольку прошлый сезон и Торонто, и Эдмонтон провалили Главный арбитр Дэйв Джексон готов к тому, чтобы произвести первое вбрасывание На канале 7 ТВ классика НХЛ 9 ноября 1996 год Торонто у себя дома против Эдмонта Нойлерс Ну что же, начало регулярного чемпионата, практически месяц прошел только-только как чемпионат стартовал Ну посмотрим сейчас, что вот команды эти, да, за месяц они смогли сделать Не самый лучший прошлый сезон провели и те, и другие Ну вот посмотрим, как будет складываться для них, для этих команд сезон новый Рон Лоу, главный тренер команды Эдмонтон Нойлерс В прошлом был вратарем в этой же команде, но вот теперь возглавляет ее и тренирует В прошлом сезоне, как я уже говорил, для Эдмонтона не все удачно сложилось И в том числе для Рона Лоу тоже команда в плей-офф не попала Ну вот посмотрим, как оно будет в этом году Андрей Коваленко сейчас здесь пытается отобрать шайбу у игроков Торонто В принципе, даже ему это удается И вот бросок последовал от синей линии, но в этом эпизоде Феликс Потвин, а именно он защищает ворота Торонто Шайбу отбивает Мат Сундин сейчас с шайбой на ваших экранах И по левому флангу он пытался войти в зону Эдмонтона Не получилось, потому как там его уже встречали, встречали на синей Дин Макэммонт это был Ну вот сейчас Андрей Коваленко также опять обозначил прессинг, да И свое присутствие в зоне Торонто Мэппл Ливс Ну вот смена у нас по ходу матча И продолжается игра, Эдмонтон сейчас в атаке Хороший перевод на противоположный фланг Однако, увы, броска не получилось Потому и опасный момент, в общем-то, так скажем, полуопасный момент, можно сказать, получился 0-0 пока у нас счет в этом матче Вот сейчас еще один бросок, хороший бросок Но в этом эпизоде Феликс Потвин выручает свою команду Эдмонтон побольше вот в начале первого периода владеет инициативой, владеет шайбой Бросает даже поворот, но вот пока у Торонто Мэппл Ливса не очень хорошо получается А вот сейчас хороший момент И вот в этом эпизоде Феликс Потвин выручает свою команду Великолепной сейчас была разыграна эта комбинация Но вот Феликс Потвин выручил, выручил в этом эпизоде он свою команду Давайте еще раз посмотрим Вот Лингрен здесь начинает атаку Хороший перевод на левый фланг и бросок, бросок сходу Но в этом эпизоде, как я уже говорил, Феликс Потвин свою команду выручает Но с другой стороны, в общем-то, бросок получился, в общем-то, точно Феликса Потвина Вбрасывание будет в зоне Торонто Кленовые листья выиграли в брасывании Попытка начать атаку из своей зоны Вот, в принципе, пока удается это сделать Посмотрим, что будет дальше Сергей Белезин прорывался по левому флангу Ну, вот его там уронили, уж не знаю, по правилам или нет Но раз судейский свисток молчит, значит, было сыграно все по правилам Тодд Маршант с шайбой был на ваших экранах на правом фланге Однако не получилось у него сделать точную передачу И приходится начинать уже все из своей зоны Игрокам Эдмонтона Вот сейчас очередная попытка Келли Бушбергер с шайбой Делает он передачу своему партнеру Однако нет, не удается выйти игрокам Эдмонтона Сейчас из своей зоны Ну, вот, пожалуйста, игроки Торонто Организуют прессинг и гол Вот так вот ошибка и шайба в воротах 1-0 Ну и как раз шайбу забивает 94-й номер Торонто Мэппл Лив Сергей Белезин Да, вот здесь вот ошиблись защитники Эдмонтона Вот, пожалуйста, и получили Потому как Сергей Белезин остался один на пятаке И бросать ему уже абсолютно никто не мешал Брайан Маршминт там завозился на пятаке Ну, вот, похоже, он немного так и сбил с толку Голкипера Эдмонтона Кертиса Джозефа А именно он защищает сегодня ворота в этом матче Ну, у нас 1-0 уже Хороший силовый прием сейчас проводит игрок Торонто Вот поэтому такими бурными овациями встречают это болельщики Ну и игра-то, в общем, проводится в Торонто Сейчас опасный момент был у игроков Эдмонтона Но вот, правда, в ворота они не попадают Продолжается атака Еще один опасный момент Да, ну вот и опять в этом эпизоде Не получилось замкнуть передачу Майк Грир там был на пятаке А вот так вот счет становится 1-1 Ну, вот, пожалуйста, Эдмонтон Уэллер сравнивает счет И Мирослав Шатан забрасывает эту шайбу Ну, вот, пожалуйста, Эдмонтон довольно-таки быстро Сравнивает счет в этом матче И вроде казалось бы уже, да, ситуация-то отыграна Но вот этот бросок и Феликс Поттин явно не был к нему готов Давайте еще раз смотреть, вот, пожалуйста Да, Феликс Поттин прозевал, прозевал момент этого броска Ну, оно и понятно, потому как защитник находился перед ним Там и не один, там их целых два было И не видел он тот момент, когда как раз и был бросок Но у нас сейчас, похоже, ребята захотели выяснить отношения Брайан Марчминг Это 24-й номер Эдмонта Уэллерс Но вот сейчас посмотрим, кто же там у Торонто Тоже так агрессивно был настроен Ага, вот 28-й номер Я сначала думал, вроде 29-й Это уже у нас Феликс Поттин А 28-й это Тайдоми Тайдоми, да, известный, известный Тавгай Тайдоми Так скажем, албанского происхождения Этот полицейский, этот Тавгай, как еще сейчас называют национальной хоккейной лиги Но вот решил он с Брайаном Марчмингом выяснить отношения Потому как и Брайан Марчминг Ох, какой опасный момент Уэйд бросает поворотом Да, ну что ж, вот сейчас у Эдмонтона был прекраснейший шанс Борис Миронов выходил на ударную позицию Защитник второй номер Эдмонта Нойлерс Но вот перехитрить Феликса Поттвина ему, увы, не удалось А момент был действительно очень хороший Ну а сейчас мы с вами видим, как покидает площадку игрок Торонто И Эдмонтон будет играть большинстве Вот, пожалуйста, смотрим Не стал Миронов бросать Да, так, на замахе сыграл Но вот в этом эпизоде Феликс Поттвин действительно выручил своих партнеров Но Борис Миронов, как заправский нападающий, да Прорвался по правому флангу Подошел к воротам И, пожалуйста, даже смог нанести бросок Но вот Феликс Поттвин разгадал все его намерения Кот Феликс Поттвин Так, ну что же, посмотрим мы теперь Эдмонтон-то в большинстве Джимми Маккоун удален на две минуты И у нефтяников есть прекрасная возможность для того, чтобы попытаться реализовать это численное преимущество Ну а Торонто вообще остается втроем И возможность у Эдмонтона есть просто превосходная Да, четверо против троих сейчас находятся нефтяники Вот пытаются они разыграть шайбу Уэйт делает передачу своему партнеру Вот еще один бросок Хороший бросок По-моему, это был Джейсон Эрнод Он бросал по воротам Но вот, так скажем, его бросок цели не достигает Продолжается у нас розыгрыш большинства Эрнод снова шайбой Уэйт Уэйта бросок не получился Там Андрей Коваленко на пятаке находился Мешал он там, создавал помехи Феликсу Поттвину Эрнод останавливает шайбу на синий Миронов Сковаленко Миронов Бросок Опасный бросок И гол 2-1 2-1 Эдмонтон выходит вперед Ну что ж, реализовали нефтяники численное преимущество И вот они уже выходят вперед А вроде как и 1-0, да, Торонто в начале этого периода Сначала открыли счет Ну а вот потом две шайбы уже игроки Мэйпл Ливса пропустили Майк Мерфи, главный тренер Торонто Мэйпл Ливса Только что был он на ваших экранах Недоволен он действиями своих игроков Ну в общем, в принципе, как здесь можно быть довольным Если твоя команда вот уже и проигрывает Ну так скажем Бросок-то, конечно, у Бориса Миронова получился хороший Но опять-таки, как мне показалось, вот в этой ситуации Феликс Потвин свою команду не выручил Вот с дальними бросками что-то сегодня у кота Феликса не ладится Так, а у нас, по-моему, еще одно удаление будет Показывает нам сейчас Майка Грира Ну а удален-то Тайдоми на 2 минуты И вот сейчас есть у нефтяников еще одна прекрасная возможность Для того, чтобы попытаться реализовать численные преимущества Видели мы вот за эту грубость, так скажем, да За толчок на борт, наверное, был удален Тайдоми Ну что же, посмотрим, посмотрим, что будет дальше Шайба сейчас пока оказывается в средней зоне Райан Смит начинает атаку своей команды 94-й номер Дагуэйт Райан Смит снова Ну вот сейчас отправляется шайба уже туда, в зону Торонто Да, в попытке, что там вот попытаться закрепиться Джейсон Арнодт Ну вот неплохое, я вам скажу, сочетание, да Джейсон Арнодт Дагуэйт и Райан Смит Вот в большинстве, такая бригада большинства Выходит у нефтяников на лед Я вам скажу, это ребята такие, которые могут и умеют забрасывать шайбы Вот хороший перевоз сейчас Будет бросок, гол! 3-1 Мариус Черкасский Да, ну вот пожалуйста, смотрите, как здорово Эдмонтон снова использовал численное преимущество Но вот нам показывает снова Майка Мерфи Ну естественно он совсем уже расстроен Видели мы сейчас и болельщика Эдмонтона, который вот присутствует там на матче в Торонто Я напомню, что эта игра проходила 9 ноября 1996 года в Торонто Вот давайте смотреть, что же здесь произошло Да, Черкасский здесь был просто великолепен Несколько обманных движений, финтов и бросок Там, наверное, все-таки коту Феликсу-то уже было сложно что-либо сделать Нефтяники снова идут в атаку 30 секунд остается до конца первого периода Эдмонтон выигрывает у Торонто 3-1, ну что ж, первый период это еще как бы ни о чем не говорит Вот сейчас опасный момент был у ворота Эдмонтона, еще один опасный момент Ну вот смотрим, там Кертис Джозеф старается изо всех сил Старается он вот таким образом сыграть И вот шайба покидает пределы площадки Но я напомню, что пока единственную шайбу в составе Торонто Мэйпл Лив Забросил 94 номер Сергей Березин Ну что ж, посмотрим, посмотрим Только первый период заканчивается Как говорится, еще не все потеряно Вот смотрим мы здесь опасный момент Возник Майк Рейк, пытался выехать из-за ворота И отправить шайбу там где-то в ближний угол Между штангой и голкипером щитком, наверное, Кертиса Джозефа Ну или как его называют в национальной хоккейной лиге Куджо Ну что ж, последние секунды 3-1, Эдмонтон выигрывает Думаю, вряд ли что-либо изменится за этот промежуток Да, потому как остается сыграть всего-то несколько секунд Хотя удалось игрокам Торонто бросить Но шайба до Кертиса Джозефа так и не доходит Ну что ж, закончился первый период И мы с вами отправляемся на перерыв Начинается у нас с вами второй период матча Между Торонто Мэйпл Ливс и Эдмонтон Оилерс После первого периода гости А гости команда из Эдмонтона выигрывают 3-1 Ну вот так вот дважды использовали нефтяники Численные преимущества в первом периоде Но у Торонто отличился 94 номер Сергей Березин Ну посмотрим, как оно будет все происходить во втором периоде Потому как, да, счет 3-1 Тем более после первого периода еще пока ничего не гарантирует Хотя вот нефтяники начинают очень активно Этот самый второй период Только что мы видели Джейсона Арнета перед воротами Ох, какой сейчас был неприятный момент у ворот Феликса Потвина Именно он защищает ворота Торонто Мэйпл Ливс Но оборота Эдмонтона Оилер защищает Кертис Джозеф Смотрим мы сейчас, что происходит у нас на льду Ну вот, собственно говоря, Эдмонтон, да, так активно начал этот второй период Торонто попытался вот сейчас огрызнуться Не очень хорошо получилось, да, вот видели мы 93 номер Это был Дак Гилмор Да, теперь что у нас? А теперь у нас удаление Вот так вот удаление сейчас будет в составе команды Эдмонтон Оилерс И кому-то из нефтяников придется отдохнуть 2 минуты И я так подозреваю, это Борис Миронов Второй номер Эдмонтона Он-то и отправится на скамейку штрафников Да, совершенно верно Борис Миронов, ну, придется ему, так скажем, немного отдохнуть Не совсем по правилам он сыграл, видели мы, да, там такая задержка была Поэтому, в общем-то, и отправился он на эти 2 минуты Ну что же, а у нас сейчас у Торонто будет численное преимущество Посмотрим, что покажут вот кленовые листья Посмотрим, как они попытаются использовать это численное преимущество Если они вообще это смогут сделать И делают они это очень и очень быстро 3-2 становится счет 3-2 по-прежнему пока Эдмонтон выигрывает Ну что же, очень быстро Кленовые листья использовали это численное преимущество И, пожалуйста, вторую шайбу в этом матче Соответственно, дубль оформляет Сергей Березин 94-й номер Великолепный бросок, да Но вот такие броски для вратарей Они вообще очень и очень тяжелы Да, над плечом прошла шайба И здесь, конечно, Кертису Джозефу было сложно, да Так сложиться и попытаться плечом отбить эту шайбу Ну, собственно говоря, у него это и не получилось Но Сергей Березин забрасывает свою седьмую шайбу Вот в этом регулярном чемпионате Напомню, эта игра проходила 9 ноября 1996 года Ну что ж, посмотрим Торонто сейчас, я так смотрю, побыстрее начинает двигаться Побыстрее команда начинает играть Посмотрим, посмотрим, как нефтяники, да Вот смогут не остановить теперь игроков Торонто Ну или сами, может быть, смогут что-либо создать У ворот Феликса Потвина Вот смотрите, Уэндал Кларк Здорово он прорывается Опасный момент И гол 3-3 Вот так вот Да, ну вот, пожалуйста Пожалуйста, если в первом периоде ничего не получалось у кленовых листьев То сейчас, похоже, получается И шайбу Майк Грейк отправил в ворота Кертиса Джозефа Но я так думаю, у нас сейчас будет видеоповтор Звонок другу в Торонто Хотя так, команда и так, в общем-то, находится в Торонто Но в любом случае То место, где будет отсматриваться этот эпизод Находится не здесь, на стадионе Хотя, все-таки, вот если смотреть отсюда То шайба вроде как в воротах и побывала Но давайте посмотрим еще раз Нам предоставляется такая возможность Да, можем увидеть с вами повтор Хотя, повтора мы в этот момент не увидели Мы увидели нарушение правил Да, вроде как было Ну а Майк Грейк забрасывается в шестую шайбу В этом регулярном чемпионате Да, с начала-то второго периода прошло 3 минуты и 43 секунды Ну что же, вот таким образом Торонто уже и отыгрывается Посмотрим, что будет дальше Потому как вот Эдмонтон сейчас рвется в атаку Андрей Коваленко пытался войти там по правому флангу В зону Торонто Вот так вот 4-3 У Эндал Кларк Ой-ой-ой-ой-ой Вот так вот Торонто проигрывает 3-1 Да, точнее 1-3 И уже теперь 4-3 выигрывает Просто фантастика Ошибаются защитники Эдмонтона И Уэндал Кларк Ну если не на рандеву То по крайней мере момент у него для броска был очень и очень хороший Хотя здесь, ну обвинять наверное Куджо мы в этом не будем Но спасти свою команду он шанс в общем-то имел Ну вот пожалуйста Уэндал Кларк выводит свою команду вперед Счет становится 4-3 Уже в пользу Торонто Мэйпл Ливз Ну что ж посмотрим теперь как будут действовать и нефтяники Один раз они уже в роли догоняющих были Теперь у них есть еще одна такая возможность Снова побыть вот как раз в роли догоняющих Кевин Лоу Четвертый номер был с шайбой Да, вот смотрим мы там Он пытался начать свою атаку Не получилось это И снова с шайбой игроки Торонто Мэйпл Ливз Вот они сейчас входят в зону Эдмонтона Посмотрим что будет дальше Да, вот так как будто как численные преимущества сейчас получили Игроки Торонто Ну вот в принципе все равно да Нефтяники находятся пятером А теперь вот как раз они остаются и четвером Вот пожалуйста Нет, похоже не они остаются четвером Похоже как раз игроки Торонто остаются в меньшинстве Ну что же, пожалуйста Эдмонтон теперь получает прекрасную возможность Для того, чтобы попытаться счет сравнять в этом матче Один раз уже это нефтяникам удалось Когда они в первом периоде проигрывали 1-0 Ну вот теперь они проигрывают 4-3 И есть у них возможность для того, чтобы счет в этом матче сравнять Кирк Мюллер 21 номер удален на 2 минуты И Эдмонтон получает численные преимущества Ну что ж, посмотрим, посмотрим Как получится у нефтяников реализовать это численные преимущества Дважды у них это прекрасно получалось Может быть получится и в этот раз Не удалось нефтяникам выиграть в браслоне Хотя вот, да, шайба эта им попозже чуть-чуть удалось завладеть Борис Миронов там за воротами Играет он с Джейсоном Арнетом Джейсон Арнет оказывается на месте, так скажем, защитника Миронов входит в зону Торонто Пробрасывает шайбу по борту Тут Андрей Коваленко Дагуэйт, опасный момент Но в этом эпизоде шайба, да, так скользнула Там где-то по щитку Феликса Потвина И, естественно, в ворота она не попадает Куджо отстанавливает шайбу Да, помогает он своим игрокам побыстрее начать вот эту атаку Потому как минута и 10 секунд еще игроки Эдмонтона будут находиться в большинстве Андрей Коваленко делал сейчас наброс на пятак Там Райан Смит не успевал, да, так подставить как следует клюшку Но хотя до шайбы дотронуться успел Миронов бросает Там снова мы видели Райана Смита И Андрей Коваленко попытался помешать, да, вратарю с обзором А вот сейчас опасный момент Мацундин Вот уж кого возможность была прекрасная для того, чтобы увеличить разрыв в счете Да, да еще и в меньшинстве это сделать Но в этом эпизоде все для Эдмонтона закончилось благополучно Нефтяники в атаке Дагуэйт, еще один опасный момент Да, вот теперь Феликс Потвин выручает свою команду А что у нас там происходит? Даг Гилмор с кем-то хочет выяснить отношения И выясняет, он их собирается с Райаном Смитом Так, еще один игрок Эдмонтона там находится сейчас так на колене И, похоже, это был как раз Андрей Коваленко Вот, собственно говоря, 51 номер И, похоже, Андрей отправляется на скамейку штрафников Ну, а мы смотрим повтор этого эпизода Вот что же здесь произошло, да Дагуэйт пытался добить шайбу ворота Не получилось И, собственно говоря, на этом-то все и закончилось Так, а у нас снова остановлена игра И вот снова возникают здесь, так скажем, серьезные какие-то трения Там Мацун Дин, 13-й номер Вот Брайан Марчмент Тут и Майк, да, оказался, Майк Рейк оказался где-то здесь на пятаке Вот что-то там опять-таки произошло Ну, а тем временем пока по-прежнему Торонто выигрывает Торонто выигрывает 4-3 Ну, что же, посмотрим, что будет дальше А нефтяники тем временем находятся в меньшинстве Да, помним мы, что был удален Андрей Коваленко И у Кленовых Лисов есть прекрасная возможность для реализации большинства 5-3 5-3 становится счет в этом матче уже Ну, что же, вот так вот 3-1, 1-3, а теперь уже 5-3 Так, и нам снова показывают Уэндала Кларка Что же, Уэндал Кларк тоже дубль оформляет в этом матче Давайте посмотрим еще раз повтор вот этой ситуации Вот Кларк бросает, да Уэндал Кларк, так же, как и Сергей Березин, делает дубль в этом матче Ну, что ж, пожалуйста, Уэндал Кларк и Сергей Березин уже по дублю записали на свой счет Уэндал Кларк Уэндал Кларк Ну, пожалуйста, Клифф Летчер, генеральный менеджер Торонто Мэйпл Ливс доволен Доволен он, конечно, сейчас команда выигрывает Вот так вот Счет становится уже и 6-3 в пользу Торонто Мэйпл Ливс Так, ну что же, Рон Лоу решил заменить Кертиса Джозефа И на льду теперь появляется Вратарь под номером 30 Боб Эссенса Да, а это Уэндал Кларк и 7 шайб уже нам напоминает, что теперь у Уэндала Кларка уже 7 шайб в регулярном чемпионате Ну, а у нас с вами остается 10 секунд до конца второго периода Вот так вот, 5 шайб забросили игроки Торонто во втором периоде И посмотрим, может быть, это еще и не конец, потому как третий период нас тоже с вами ждет В это время звучит сирена, означающая, что второй период закончен Закончен он со счетом 6-3 в пользу Торонто Ну, а мы с вами отправляемся на перерыв Ну что же, начинается у нас третий период И не зря нам показывает вот этот 17 номер Торонто Мэйпл Ливс Уэндал Кларка Потому как он уже оформил хет-трик в этом матче Первый период закончился 3-1 в пользу Эдмонта Нойлерс Ну, а во втором периоде нефтяники просто развалились и пропустили аж 5 шайб 5 шайб пропустили и проигрывают они уже 3-6 Ну, Торонто выигрывает Гилмор, опасный момент! Боб Эссенса выручает в этом эпизоде свою команду! И где же шайба? Ой-ой-ой! Вот это момент! И показал, что уже Боб Эссенса накрывает шайбу Она вдруг каким-то образом там на ленточке застывает Ну что же, момент очень и очень, так скажем, неприятный для игроков Эдмонта Нойлерс Да, в самом начале еще одну шайбу пропустить Вот бросок Кларка Еще один бросок Не видим мы сейчас, да? Там вот отсюда-то нам будет точно уже с вами все видно Два броска подряд Кларка И вот она шайба катится, катится, катится И... нет, нет, она останавливается Ровно, ровно на ленточке Ну что же, не удалось пока Уэндалу Кларку, да, сделать покер Уж фантастика Вот, пожалуйста, хет-трик уже есть у нас в этом матче Есть дубль 94-го номера Торонто Мэйпллифса Сергея Березина Вот на двоих Уэндал Кларк и Сергей Березина организовали уже пять шайб в этом матче Ну, одну шайбу Торонто забросил еще И девятый номер, это Майк Крейг Именно он забросил еще одну шайбу вот в составе Торонто Мэйпллифса 6-3 Кленовые листья побеждают нефтяников Ну, а мы с вами смотрим, как вот происходили Как забрасывал Кларк свои вот эти шайбы Так что вот смотрим, что он еще и голевую передачу как раз отдавал Майку Крейгу И вот сам сделал хет-трик Вот, пожалуйста, только что мы это все с вами и увидели Ну что же, вот, пожалуйста, вбрасывание сейчас в зоне нефтяников Эдмонтон выигрывает это вбрасывание И тут же команда отправляется в атаку Не очень хорошо у них это получилось Келли Бушбергер на входе в зону Торонто шайбу потерял Посмотрим, что будет дальше Снова Бушбергер шайбы чуть-то, правда, не столкнулся Со своим, так скажем, игроком Этот был Дэн МакГиллис Ух, какой силовой прием Хороший силовой прием, да Вот болельщики Торонто его оценили Ну, хотя, как мы с вами уже видели в другом периоде Также на матче присутствуют и болельщики Эдмонта Нойлерс Ну, они, конечно, не приехали за командой в Торонто А просто, возможно, здесь проживают Или студенты, или находятся в командировке Ну, в любом случае, может быть, просто Почитатели вот команды Эдмонта Нойлерс Потому как именно в этой команде Играл великий, знаменитый шокист Уэйн Грецкий Ну, речь сейчас не о нем Потому как он уже за Эдмонтон давно не играет Посмотрим мы сейчас за этой атакой Торонто Не очень она получилась у кленовых листьев Хотя по-прежнему они владеют шайбой Ну, владели до определенного момента Вот Дерби Хендриксон бросил шайбу сейчас В зону нефтяников Ну, а там уже находился кто-то из игроков Торонто Потому и судья вот дал свисток Оффсайт Давайте еще раз посмотрим, что нам сейчас с вами покажут Ага, вот нам показывает как раз этот силовой прием В исполнении Тодда Машинта Ну, вот, скажем так, хороший силовой прием Может быть, да, не совсем по правилам Но в любом случае он его сделал И за это ему ничего не было Ну, что ж, посмотрим, что здесь берет дальше Торонто сейчас в атаке Кларк с шайбой Перевод на противоположный фланг Так, бросок Ну, если это можно назвать, конечно, броском, да Это Джей Смит бросал Ну, не получилось здесь у него хорошего броска А вот уже и Боб Эссенса прижимает шайбу ко льду А там Дак Гилмор на всех парах мучался на добивании Но Боб Эссенса оказался первым Ну, а вот смотрим мы, что Уэндала Кларка Это девятый хет-трик в карьере Вот сегодня случился именно девятый Так что поздравляем мы Уэндала Кларка За девятым хет-триком Ну, тут осталось и до десятого, в общем-то, да Так недалеко Ну, я думаю, конечно, уже теперь это не в этом матче точно Но так посмотрим, что будет дальше Райан Смит здесь применил силовой прием Но, похоже, немножко он не успел докоснуться до шайбы А шайба-то первым коснулся, по-моему, игрок Торонто Мэйпл Ливс Вот как раз сейчас он на ваших экранах Это Дмитрий Юшкевич, 36-й номер Он первым коснулся шайбы И поэтому прозвучал свисток арбитра Проброс Ну, вот Дмитрий Юшкевич 24 года ему было в 96-м году Вот, пожалуйста, играет он, да, защитник Защитник Торонто Мэйпл Ливс Давайте смотреть Вот в этом пока матче Дмитрий Юшкевич ничем не запомнился А вот другой защитник из команды Эдмонта Нойлерс Это Борис Миронов Вот он уже сегодня одной заброшенной шайбой Как раз и отметился Вот сейчас борьба там была на синий Эдмонтона Нефтяникам удалось выиграть эту борьбу И бросить поворотом Райан Смит наносил бросок По-моему, сейчас шайба попала кому-то в ногу из игроков Торонто И посмотрите, опасно сейчас атаковали игроки Мэйпл Ливса Но все закончилось для нефтяников благополучно А теперь уже Лингрен шайбой Бросок, Смит на добивание Еще один опасный момент Дагуэйт, как же так? Ну не попадает он в ворота Ну прям на пятаке уже один находился Вот перед ним был только Феликс Потвин Ой-ой-ой, какая ошибка И Боб Эссенса Боб Эссенса выручает свою команду в этом эпизоде А выходил один в ноль Сергей Березин Да, хороший сейчас шанс был у Березина Для того, чтобы сделать тоже хет-трик в этом матче Ну и тогда было бы уже два хет-трика у нас в этой встрече Не получилось, не получилось Торонто сейчас владеет шайбой в зоне Эдмонтона И вот даже бросок, бросок получился Но в этом эпизоде снова, снова Боб Эссенса Свою команду выручает Напомню, сменил он Кертиса Джозефа Который вот во втором периоде пропустил-то как раз пять шайб Здорово здесь, здорово сыграл 94-й номер Сергей Березин Ну и в принципе делал-то он все правильно, да Но вот в этом эпизоде Боб Эссенса свою команду выручает Ну что же, так вот уже и заканчивается Да, у нас третий период Ну не заканчивается, по крайней мере играть еще командам где-то остается ровно половину Лоу, Кевин Лоу сейчас с шайбой на ваших экранах Поддерживает болельщики свою команду Бросок не получился сейчас у игроков Торонто Но они по-прежнему находятся в зоне нефтяников Так, у нас сейчас с шайбой, по-моему, оказался как раз Лингрен Да, ну вот видите, 11 с половиной минут до конца третьего периода Не будем забегать вперед Потому как, почему если Торонто, да, удалось забросить пять шайб во втором периоде То почему бы это не сделать Эдмонтону Хотя им пока надо забросить всего три Но вот в третьем периоде, так скажем, Эдмонтон чуть меньше уже атакует У команды не все хорошо получается В атаке Хотя пару опасных моментов, да, мы с вами видели Мы с вами помним эти опасные моменты Когда мог отличиться и Дагуэйт, и Райан Смит Мог отличиться, но не получилось Посмотрим, что будет дальше Есть еще время у команды Эдмонтону А вот сейчас Кларк к шайбе бросил Уже 7-3 в пользу Торонто Мэйпл Липс. И на счету Уэндалла Кларка покер. Четыре заброшенные шайбы. Масундин оставляет шайбу Кларку. И посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Боб Эссенса. В ближний угол. Такую маленькую брешь нашел в обороне. Да, вот ворот Боба Мэссенса Уэндалл Кларк. И бросил точно в этот угол. Прямо вот так как по мильярдному. Да еще так от штанги и в ворота. 7-3. 7-3 Торонто выигрывает. Восьмая шайба Уэндалла Кларка в этом регулярном чемпионате. Ну что же, вот пожалуйста. Да, ну вот теперь я так думаю, что пожалуй Эдмонтону уже вряд ли удастся отыграться. Ну вот Майк Мерфи, напомню, это главный тренер команды Торонто Мэппл Ливс. Да, так что-то он еще подсказывает своим игрокам. Ну вот решили болельщики Торонто еще раз отблагодарить Кларка. И выбросили еще несколько бейсболок на лед. Вот сейчас небольшая пауза образуется в игре, потому как эти бейсболки, естественно, солдата надо убрать. Ну что же, вот показывает нам Уэндалла Кларка именно четыре заброшенные шайбы на его счету. А у нас остается ровно одна минута до конца третьего периода. И я так думаю, уже до конца этого матча, потому как четыре шайбы игрокам Эдмонтона вряд ли удастся забросить за вот эти 47 секунд. Ну вот сейчас Дагуэйт пытался прорваться к воротам. Ничего у него не получилось. И смотрим мы, что же здесь будет происходить в последние минуты. Вот тут пошла серия силовых приемов и не совсем по правилам, видно, эта серия силовых приемов, так скажем, проходила. Так, что же там у нас сейчас случилось? Может быть, покажет нам повтор этого эпизода. Ну а если и не покажет, то, по-моему, сейчас будет удаление. Непонятно только где. Вот смотрим почему-то. Давайте вот еще раз смотреть. Так, вот раз. Юшкевича бьют по рукам. Это делает Лингрен. Ага, вот здесь Джейсон Арнольд таким образом против Юшкевича сыграл. Да еще и Дагуэйт потом в него врезался. Ну, в общем, Сергею Юшкевичу не очень повезло в этом эпизоде. А смотрим, что было до этого. Ага, вот посмотрите, до этого. До этого вот был эпизод, когда Дагуэйт мог отличиться. Не получилось у него этого сделать. И теперь не Джейсон Арнольд, а Дагуэйт отправляется на скамейку штрафников. И Эдмонтон еще будет в меньшинстве последние 30 секунд играть. Ну, что ж, посмотрим. У Торонто есть прекрасная возможность сделать счет и 8-3. У Эндолу Кларк, если появится на льду, можно забросить даже и пятую шайбу. Хотя вряд ли, наверное, это произойдет. Игроки Эдмонтона сейчас, да, так, в атаке, как-то вальяжно сейчас действуют игроки Торонто. Ну, они уже подумали, что дело-то для них сделано. Опасный момент шайбы проходит рядом со штангой. Последние секунды, и в это время звучит сирена. Торонто выигрывает у Эдмонтона 7-3. И на данный момент это все. Смотрите классику НХЛ на канале 7 ТВ. Для вас работал Владимир Дегтярев.